Атланта, Джорджия Нужно осматривать тело на улице. Если занесем внутрь, никто не сможет дышать. Когда откроем крышку гроба, посмотрим, в каком состоянии тело, тогда и примем решение. Мы вынесем его на улицу, чтобы ничего не протекло. Жидкости не должны вытечь в фургон. У смерти особый запах. Если вы никогда его не чувствовали, вы не поймете, что это. Тело будет мягким, возможно, на нем осталась плоть. Почувствовав этот запах, вы его никогда не забудете. Он останется с вами навсегда. Я Венди. Я Валери. А это доктор Лейтон. Здравствуйте, доктор. Очень приятно. Мне тоже. Ну что ж, пойдемте за мной, посмотрим, что там с телом. Хорошо. Меня зовут доктор Лейтон. Я возьму биологический материал, при помощи которого мы сделаем анализ ДНК и узнаем, не является ли приемный отец Салли ее родным отцом. Когда мы общались по телефону, мы планировали провести все это в смотровом кабинете. Да. Но из-за запаха и из-за того, что мы не знаем, в каком состоянии его останки, вы согласились, что, наверное, лучше вынести тело на улицу? Конечно. Я еще не видел, в каком состоянии тело, но, судя по запаху, вполне возможно, что оно уже почти разложилось. Я понимаю, что все плохо, запах не выветривается. Я все это понимаю. Да, точно. Проходите, а я зайду следом. Это худший вариант для тех, кто хочет взять частицы костей для анализа ДНК. Вот смотровой кабинет. Все это не очень приятно, и в плане запаха, и в плане внешнего вида. С другой стороны, если на костях еще остались мягкие ткани, значит, кости в хорошем состоянии, и можно будет извлечь из них ДНК материал. Там мы сможем сделать то же, что и здесь. Все согласны. Хорошо. Давайте начнем. Давайте. ДНК Сегодня очень важный день. Если удастся взять образец ДНК у члена семьи Хиггс, мы получим ключ к разгадке. Люди, которые подозревают, что биологически связаны с семьей Хиггс, смогут узнать точно, особенно Салли. Все это эмоционально непросто, поэтому Салли уехала с кладбища. Я встречусь с ней, чтобы убедиться, что все нормально. Я не думала, что ожидание будет таким тяжелым. Очень трудно ждать. Да, тут уж ничего не поделать. Остается только сидеть и ждать. Мы не знаем, в каком состоянии его гроб. Да. Я с ума сойду, сидя здесь в ожидании, пока они все сделают и скажут, что все прошло хорошо. Наверное, самым тяжелым будет ожидание. Нужно узнать, удалось ли достать тело нетронутым. Достаточно ли там костей, чтобы извлечь ДНК. Важно, чтобы все прошло удачно. Если там не из чего извлекать ДНК, все эмоции, весь труд, помощь людей, потраченное время, все было напрасно. Я не хочу, чтобы все развалилось. Я уже так далеко продвинулась. Я должна знать. Как вы? Мне очень тяжело. Все это безумно сложно. Что случилось? Ну, я не смогла пойти. Я приехала, вроде бы готовая к этому, но просто не смогла. Все к лучшему. Последние воспоминания об отце не должны быть такими. Это мудрое решение. Это же мой отец. Он был таким хорошим отцом. Я считаю себя стойкой, но... Это слишком. Вы стойкая, но это не значит, что у вас нет эмоций. Даже когда его доставали из земли, мне было страшно. Это правда, да. А что если... Верьте, что все получится. Эксперты сделают свое дело, и вы, наконец, узнаете ответы. Да, и все остальные тоже. Конечно. Я хочу написать письмо. Наверное, даже положить его в гроб, когда его закопают обратно. Да. Прошел 41 год. Да, мало у кого есть такая возможность. Хорошо, что вы хотите выплеснуть накопившиеся эмоции, потому что сейчас вас переполняют чувства. Да, не думала, что так расчувствуюсь. Конечно. Возможно, я открываю ящик Пандоры. Но в худшем случае я узнаю о своей семье факты, которые знать не хотела бы. Например, что у моего дедушки было больше детей, чем я думала. Среди них может быть несколько детей Хиггса, и поэтому у родственников есть еще одна причина спрашивать меня, почему ты не бросишь все это. Все могут навсегда разозлиться на меня. Почему ты это сделала? Зачем? Но на личном, духовном и эмоциональном уровне я считаю, что лучше узнать правду. Если они злятся на меня, справятся и с этим. Я должна знать. Идите, обдумайте все. Может, вы опишите чувства на бумаге, все, что хотите сказать своему отцу. Хорошо. А я попробую связаться с Венди и узнать, как проходит эксгумация. Ладно? Это было бы прекрасно. Большое спасибо. Не за что. Оставайтесь тут. Спасибо за все, что делаете. Не за что. Ну, все, мы пошли. Хорошо. Это волнительно, эмоционально, тревожно, удивительно. Мы возьмем контейнер, просто перенесите его сюда, а я пойду за вами. Принесу пакеты простыни, и мы будем готовы. Дамы и господа, мы готовы начинать. Кажется, мы готовы. Волнуетесь? Нет? Это хорошо. Тогда за дело. Так, костюмы, бахилы, маски. Съемочная группа справится? Все будет нормально. Вы снимете один дубль, тоже оденетесь. Все будет хорошо. Они длинные? Это размер XL. Только такой. Это маски. От запаха они не спасут, но глаза защитят. Что, если кто-нибудь упадет в обморок? Поможет нашатырь. Из-за состояния, в котором предположительно находятся останки сына доктора Хикса, их нельзя будет с легкостью перенести, и это представляет опасность для всех окружающих. Мы принимаем меры. Надеваем защитные костюмы, сверху халаты, несколько пар перчаток, маски, очки. Мы должны защититься от вредных веществ, с которыми можем столкнуться, когда откроем гроб. Позовем доктора. Доктор здесь. Мы вышли, я почувствовала слабый запах и уже забеспокоилась. Мягко сказано, если честно, я был очень взволнован, и она тоже. Она просто храбрится. Вы можете подойти, если хотите. Подойдите и посмотрите. Я исследовал пять эксгумированных тел и провел пару тысяч вскрытий, но такого я еще не видел. Как вы избавитесь от жидкости? Вот что мы собираемся сделать. Мы планируем открыть гроб, увидеть тело и извлечь мистера Хикса из гроба. Мы втроем возьмем простыни, положим их под тело, поднимем его, дадим жидкостям стечь. Кто-нибудь отодвинет гроб, и мы положим его сюда. Мы поместим его на смотровой стол, а после того, как доктор Лейтем возьмет образцы, мы положим мистера Хикса в новый гроб. Когда вы вытащите его, можно будет частично прикрыть тело. Да, закроем его простыней. Ничего ниже пояса. Или ниже середины бедра. Так будет лучше? Да. Хорошо. Пила, ножи, нужен скальпель. Ну что, все готовы? Я боюсь открывать крышку. Ну что ж, готовы или нет, но мы начинаем. Я боюсь неизвестности. Ладно, вперед. Все хорошо. Атланта, Джорджия. Подождите секунду, пожалуйста, отойдите назад. Подождите секунду. Поднимем это над столом. Давайте. Черт, хватит снимать! Я накричала на вас, потому что велела перестать снимать. Тело напоминает скорее человека, а не скелет. Это совершенно точно не скелет. Он чей-то близкий. Он на тет сали. Моя главная цель – провести все достойно. Поэтому я и накричала. И простите, но извиняться я за это не буду. И в данном случае слово «простите» – это не извинение. Я в шоке. Прошел 41 год, а сын доктора Хиггса в прекрасном состоянии. Его бальзамировали мышьяком. Он выглядит так же, как и во время похорон. Потрясающе. Да. Используем пилу, чтобы вырезать бедренную кость. Этот материал мы отправим в лабораторию, чтобы провести анализ ДНК и определить, является ли приемный отец Салли ее биологическим отцом. И она получит ответы на свои вопросы. Вы в порядке? Да, все нормально. Чем быстрее вы закончите, тем лучше. У меня есть пакет, давайте позвоним по скайпу. Хорошо. Думаю, это хороший материал для ДНК. Я покажу кость сотрудникам лаборатории. Нужно убедиться, что мы взяли достаточно материала для доктора Анстеда из Оклахомы. А вот и он. Привет. Привет, Джеймс. У нас правая бедренная кость, участок над коленом, рядом с сочленением с бедром. Ее длина порядка 30 сантиметров. Прия просит извлеченный фрагмент и большой палец ноги. Палец? Палец? Большой палец ноги и пятка. Палец и пятка. Понятно. Мы готовы заканчивать? Да вроде да, мы взяли все, что нужно. Это первый шаг. Это неизведанная территория. Кто знает, что выяснится и куда это нас приведет. В этом очень приятно участвовать. Да, следующий шаг ДНК. ДНК. Алло? Венди, это Крис. Здравствуйте, как вы? Хорошо, а вы? Нормально. Никогда не знаешь, чего ожидать от тела, пролежавшего в земле 41 год. Да. И я считаю, что она правильно сделала, что не осталось. Это было еще то зрелище. Мы очень благодарны за ваше участие и помощь в этом деле. Без вас мы бы не справились. Еще раз спасибо. Поговорим позже. Да. Берегите себя. Спасибо. До свидания. Вау. Какая часовня. Ты посмотри. Я и не знала, что она здесь. Да, я тоже не знал. Как здорово. Я измотана, но это прекрасное место, чтобы написать письмо папе. Слышно эхо. А что это? Очень красиво. Позвоним? Просто потянуть? Давай. Вау. Какой вид. Потрясающе. Да. Если буду спрашивать, стучать и искать, ответы придут. Я буду продолжать стучать и спрашивать, и однажды откроется нужная дверь. Папа, я хочу, чтобы ты знал, как сильно я тебя люблю. Ты многое для меня значил. Теперь у меня к тебе несколько вопросов. Долгие годы я пытаюсь получить ответы на некоторые из них. И теперь твоя очередь отмечать. Ты рано умер из-за того, что хранил секреты? Ты был моим родным отцом? У дедушки были дети, помимо трех, о которых мы знаем. Готова? Да. Что произошло, когда я была ребенком? Я должна знать. Я попросила всех живых помочь мне найти ответы. Но никто не в силах это сделать. Теперь твоя очередь. Поэтому мне пришлось выкопать тебя. Мне нужна твоя ДНК. Это ответит на все мои вопросы и на вопросы других людей. Папа похлопывает меня по спине и говорит, хорошо, ты молодец. Я люблю тебя, папочка. Покойся с миром и знай, что я тебя люблю. Твой маленький головастик, Салли Копп. Прекрасное письмо, Салли. Надеюсь, теперь мой отец и мой дедушка упокоятся с миром. Мы раскроем все тайны. Надеюсь, после стольких лет все дети Хиггса наконец узнают правду и обретут утешение. Кантен Огайл У меня есть новости для Мелинды. Надеюсь, она нормально их воспримет. Я рада, что она наконец успокоится. Историю Мелинды невозможно придумать. После всего, что она пережила, чудо, что она не сломлена. Она столько всего пережила. После стольких лет и всех событий в ее жизни, она должна узнать правду. Она этого заслуживает. Она удерживает правду. Привет! Привет, как вы? Хорошо, а вы? Рада встрече. Взаимно. Ну, заходите же. Спасибо. Как вы? Я волнуюсь. Конечно. Я так жду результатов ДНК. Конечно, хочется сразу все узнать. Я нетерпеливая, поэтому для меня это настоящая пытка. Мы с вами уже говорили об этом. Вы думали, что есть вероятность, что вы родственница доктора Хиггса. Да. Что вам рассказывали в детстве об обстоятельствах вашего удочерения? Мама всегда говорила, что медсестра, дежурившая в тот вечер, когда они забрали меня у доктора Хиггса, сказала ей, что я дочь очень влиятельного человека. И чтобы избежать скандала, моя родная мать решила отдать меня на удочерение. Уже давно шел разговор о том, что я, возможно, родственница доктора Хиггса. Правда это или нет, это могло бы многое объяснить. Это подтвердило бы мои подозрения. У нас есть для вас информация. Ваш родной отец был влиятельным человеком. Подождите, повторите-ка еще раз. Я выбита из колеи всеми этими тайнами. Да, я понимаю ваши чувства. Ваш биологический отец был мэром. Он был мэром. Мэром? Да, когда доктор Хиггс работал в Маккейсвилле. Боже мой. Мэром. Я в шоке. Такого я точно не ожидала. Я думала, что Лиза скажет, что я дочь или там внучка доктора Хиггса. Но... Ничего себе. Но я дочь мэра Маккейсвилла. Это же невероятно. Что? Какая-то паутина тайн. Ну, это объясняет, почему доктор Хиггс так долго оставался в бизнесе. У него был влиятельный покровитель, который за всем следил, все позволял и пользовался его услугами. Похоже на то. Да. Любопытно, что мэр Маккейсвилла знал, что доктор Хиггс может позаботиться о проблеме. Это подтверждает, что власти знали, чем занимается доктор Хиггс. Они участвовали в этом. Или закрывали на все глаза. Все дело в старых добрых связях. Ведь это юг. Могу представить, что мэр Маккейсвилла и доктор Хиггс были в сговоре. Ну, например, я буду защищать тебя, мы тебя прикроем, будем прикрывать друг друга, все хорошо. Кто знает, что творилось в клинике доктора Хиггса. Всех тайн нам не узнать. И я должна еще кое-что сказать. Ваш родной отец умер. Ну да, я так и думала. Так и думала. У него был роман с женщиной гораздо моложе него, и она забеременела. Мы знаем, кто она? Да. Но, к сожалению, ее тоже нет в живых. Она умерла много лет назад. Ясно. Я думаю обо всех своих потерях. Во-первых, я потеряла настоящую семью. Я потеряла свою личность. И в этом плане чувствую себя обделенной. Мои братья и сестры хотят встретиться со мной, или... Они хотят? Ваши родные братья и сестры готовы встретиться, но без камер. Хорошо. Я испытываю... злость. Правда. Он не имел права так поступать. В все эти годы я могла... не знать правду. У меня забрали часть жизни. Меня все время обманывали. Сожалею, что у меня нет новостей получше. Ну, уже есть от чего столкнуться, да. Через месяц эксперты успешно извлекли ДНК доктора Хиггса-младшего. Впервые специалисты могут установить степень его родства с так называемыми детьми Хиггса. Я только что поговорил с Салли и сообщил, что у меня есть результаты анализа ДНК. Салли попросила встретиться где-нибудь на природе, потому что ей нравилось проводить время с отцом на свежем воздухе, и она хотела услышать новости там. Уверена, что дети, в кавычках, дети на грани. Но потрясающе, что нам удалось извлечь ДНК человека, похороненного 40 лет назад. Да, поразительно. Это история о том, как один человек поступил с сотнями людей, если не с тысячами. Мы все заслуживаем правды. Затевая все это, я не знал, к чему приду. Сомневаюсь, что мы до конца поймем тайну личности доктора Хиггса или причины всех его поступков. Прошло слишком много времени, но результаты анализа ДНК отца Салли очень важны. За время расследования Лиза и Джейн смогли найти множество родных семей. Если кто-то подозревает, что биологически связан с доктором Хиггсом, это точный способ все узнать до конца. Нам удалось извлечь ДНК человека, умершего 40 лет назад. Это очень важно для детей Хиггса. Но если посмотреть шире и вспомнить все, у нас есть прецедент. Мы протоптали дорогу для других, и это поможет им узнать ответы на вопросы. Здравствуйте! Здравствуйте! Привет, как вы? Как вы? Отлично. Чудесное место. Прекрасное. Рад встрече. Хорошо. Ну что, мы устали ждать. Давно не виделись. Да. Если он мой родной отец, я обрадуюсь. Но он всегда был моим отцом. Я должна узнать, почему я похожа на него. Совпадение или мы действительно родственники? Салли, это долгий и сложный путь. Да. Вы очень многое пережили. Ваша семья перенесла муки ада. Но теперь, спустя полвека, мы можем с точностью сказать, что раскрыли правду. Хорошо. Мы получили результаты анализа ДНК вашего отца. Из 850 тысяч кусочков. Сколько работы? Мы говорили об этом. Нам удалось выделить около 70%. Ясно. Специалисты не смогли сопоставить обширную базу данных, но им удалось провести сравнение. Так. Они сравнили ДНК вашего отца с вашей ДНК. И оказалось, что... Приемный отец вам не родной, папа. Ясно. Ну, я рада, что наконец все узнала. Он всегда будет моим отцом. С моим удочерением связано столько тайн. Я не знала, что буду чувствовать. Но теперь знаю. И это тоже хорошо. Я верю, что связь между родителями и ребенком не разорвать. Независимо от того, приемные они или родные. Связь зарождается, когда родители воспитывают ребенка. Он чувствует любовь и привязанность к родителям. Поэтому родной он мне отец или приемный... Мы все равно связаны навсегда. Лучшего отца и представить себе нельзя. Меня расстроили результаты анализа ДНК Сали. Я думала, что она потомок доктора Хиггса. Я знаю, что значит... Считать кого-то родителями, а через 17 лет узнать, что они тебе совсем не родные. Это не выходило у меня из головы. Я зациклилась на поиске родных. Я понимаю ее чувства. Это действительно очень трудно. Наверное, ответы на вопросы хоть как-то утешат вас. Да, это так. Я все понимаю. И я знала, что ответ мог быть совсем иным, но мне нужно было его узнать. Да. Ради других людей, живущих в неведении. Вот в чем дело. Вам пришлось нелегко, эмоционально и физически. И вас ждет награда. Так. Мы нашли одно совпадение. Правда? С ДНК вашего отца. Ага. Это единокровная сестра вашего отца. Акрон-Эгэя. В прошлый раз мы сказали, что предоставим вам информацию, как только что-нибудь узнаем. Нам удалось эксгумировать тело доктора Хиггса-младшего. И мы смогли извлечь образцы ДНК. Среди вас есть человек, связанный с доктором Хиггсом. Меня бросило в дрожь. Боже мой. Вау. Да. Мы подтвердили, что у доктора Хиггса был внебрачный ребенок. Если окажется, что так называемые дети Хиггса, биологически связанные с доктором Хиггсом, кому это понравится? Ведь это значит, что он продал не чужого ребенка, а своего собственного. Акрон-Эгэя. У меня есть список людей, чью ДНК мы проверили. Синди. Ты, дорогая. Дорин. Мелинда Доусон. Дайан Уорнер. Джон Степлтон. И Стивен Дилбек. Никто из них не связан с Хиггсом. Я понимаю. Понимаю вашу реакцию. Это хорошая новость. Да. Было немного волнительно. Вздох облегчения, да? Да. Все продолжается. Вопросы будут всегда сплошные тайны. История детей Хиггса – эмоциональные качели. Я удивилась, что в нашем списке не оказалось людей, биологически связанных с доктором Хиггсом. Но мы проверили лишь небольшую группу. Мои источники утверждают, что у доктора Хиггса было от пяти до восьми внебрачных детей. Так они утверждают. Нужно взять у всех образцы ДНК. Осталось-то всего 180 человек. Мерфи, Северная Каролина. Когда мы начали расследование, вы рассказали об одной женщине. Есть женщина, которая родилась в июне 52-го года. Она с детства считала, что мой дедушка, доктор Хиггс, был ее отцом. На самом деле, эта женщина слава богу. Я так рада. Женщина отказалась участвовать в съемках программы. Она всю жизнь хотела узнать ответ. И ей всю жизнь пришлось жить с этой тайной. У вас есть тетя. У меня есть тетя. Хорошо. Чудесно. Я очень рада это знать. Правда? Больше всего я боялась, что мы решимся на это. И никто так и не узнает правды. Что все будет напрасно. Сейчас я испытываю облегчение. Салли, что вы теперь будете делать со всем этим? Ну, несмотря ни на что, он все равно мой отец. Мой папочка. Конечно. Он был идеальным отцом. И у меня есть тетя. Она всего года на три старше меня, но она моя тетя. Как самочувствие? Было тяжело. Было безумно сложно. Я понимаю. В небрачные дети доктора Хиггса еще одна история, услышанная от моих источников десятки лет назад, которая оказалась правдой. Безумие, да? Никогда не знаешь, что раскопают эти люди. Я смотрю на это и думаю, что мои источники были правы. Возможно, они правы на счет остальных пяти и восьми внебрачных детей, и мы просто пока не доказали этого. Для меня честь участвовать во всем этом. Вы долго идете по этому пути, но я благодарна за то, что нам удалось воссоединить некоторых из родных семей. Стивен, что вы чувствуете? У меня фактически не было семьи, скажем так. Не было ни поддержки, ни любви. Раньше я просто существовал. А теперь могу назвать кого-то своим. Я впервые чувствую любовь родных. Я сказал сестре, она сказала мне, теперь мы есть друг у друга, и нам больше никто не нужен. Для большинства это путь длинной в жизни. Никто не берется за дело без энтузиазма. Все или ничего. Он не встретился со мной. Похоже, он уже передумал. Очевидно. Да. У Дайан особенный случай, потому что поиски ее родной матери закончились разочарованием. Но нам удалось найти ее родственников с материнской стороны. Вы хотели бы сделать анализ? Конечно. После таких долгих поисков нашелся брат Дайан. И это невозможно описать словами. Рад встречи. Я тоже рада. После всего, что пережила Дайан с 97-го года, она заслуживает этого как никто. Она так долго искала своих родных. Вот почему я этим занимаюсь. Именно поэтому и нет ничего лучше. Дружок, это моя сестра. Рад познакомиться. Я тоже рада. Добро пожаловать в семью. Спасибо. Это потрясающе. Это поразительно. Я всегда мечтала о такой связи. И... Наконец... Я узнала о своем происхождении. Это бабушка. А это твоя мама. Жаль, что я не могу познакомиться с мамой. Она умерла. К сожалению, это произошло уже, когда мы ее искали. Но знакомство с родственниками по материнской линии – это дар. Потрясающий подарок. Невероятно заходить в дом и видеть людей, похожих на тебя. Впервые. Да. Это было впервые. Я вижу, что это навсегда изменило многих из вас. Да? Мы в итоге победили. Это точно моя сестра. Потрясающе. Мы начали общаться с Джоном и узнали, что он надеялся найти брата или сестру. Что вы хотите узнать? Честно говоря, я больше всего хочу узнать, есть ли у меня братья или сестры. Это для меня самое главное. Мы искали совпадения, воссоздавали фамильное древо. И теперь у Джона есть сестра. И мы нашли ответ на самый важный его вопрос. Я понимаю, что значит находить близких. И я очень рада за Джона. Я очень рада за Джона. Привет. Привет, сестренка. Поэтому мы ищем. Я волнуюсь. Я тоже волнуюсь. Мы похожи. Да. Ты очень похожа на меня. Моя жизнь изменилась после знакомства с сестрой. Я многое пережил и никогда не испытывал ничего подобного. Это ни с чем не сравнится. И это трудно описать словами. Мы узнали, что наш двоюродный дедушка был шерифом Маккейсвилла, когда работал доктор Хиггс. Это шок. В 72-м нашли его. Наш двоюродный дедушка был начальником полиции в Маккейсвилле. Да, наверное, он хранил все это в тайне. Понимаешь? Да. Дорин в группе Хиггса с 97-го года. Она ищет больше 20 лет. Мы вернулись спустя 20 лет. Мы едем туда. Мы возвращаемся спустя столько времени. И я не ожидала, что однажды это случится. Я рада, что наконец, после стольких лет, я что-то нашла. Я так мечтала найти родных. Привет. Привет, я Дорин. Дорин, я знаю, кто ты. Я люблю тебя. И я очень рада встрече. Это Тереза. Искать непросто. Особенно трудно, если ты из клиники Хиггса, потому что нет архивов. Большинство детей Хиггса не находят ничего. И когда кого-нибудь находишь, эмоции переполняют. Кажется, что уже ничто не имеет значения. Ты нашел не только информацию, но и человека, которого давно искал. Мы почти уверены, что это твой отец. Сына дяди Уэйна убили, когда ему было 22 года. Дядя не смог это пережить. Он умер через два месяца. Я узнала, что мой родной отец умер. Еще до того, как я начала искать. Время не повернуть вспять, к сожалению. Я вижу себя. Да, ты очень на него похожа. Мои глаза и нос. Но встретившись с кровными родственниками, я почувствовала облегчение. Мы все очень близки. И мы очень тебе рады. У тебя хорошая семья. Прошло больше 40 лет, и я могу сказать, что все закончилось. Я люблю тебя, милая. Это прекрасно. Я так рада встрече. Я тоже. Я жду приключений со своей новой семьей. Будет здорово. Я узнаю, кто они. Не верю, что он работал один, сто процентов. Меня злит, что ему позволили продавать детей. Это допустила правовая система, правоохранительные органы и местные жители. Ему позволили этим заниматься. Кроме того, доктор Хиггс не проворачивал все это в одиночку. Достоверные источники из прошлого говорили, что врачи в городах поблизости работали в связке с доктором Хиггсом. Некоторые источники утверждают, что доктор Хиггс был связан с врачами из других городов, из Чатануги, например. У него есть зять, который перенес практику в Чатанугу. Его зять был врачом? Да, он стажировался с доктором Хиггсом, а потом перенес свою практику в Чатанугу. А Синди – звено, связывающее доктора Хиггса и врача из Чатануги. Мы нашли родственников Синди со стороны обоих родителей. И стоит отметить, что история Синди ничем не связана с клиникой Хиггса, кроме одного единственного свидетельства о рождении, в котором написано, что она родилась в Чатануге, в Теннесси. Я из Чатануги. Моя мать из Чатануги. Мой отец из Чатануги. И вы родились там? Да. Потрясающе. Есть шанс, что там может быть еще одна группа детей? Конечно. Еще одно звено цепочки ужасных событий? Точно. Да. Двухсот детей было недостаточно. Вот именно. Ему нужны были мы. О, Боже. Да. Нам нужно копать дальше. В этом могут быть замешаны другие врачи. Еще многие хотят раскрыть тайну своего рождения. И мы еще не закончили. Мы продолжим. 14 детей Хиггса встретились с родными семьями. Минимум один из возможных внебрачных детей Хиггса ждет результата анализа ДНК. Джейн нашла связь доктора Хиггса с детьми из Чатануги. Продолжение следует... Продолжение следует...